Всем привет, ребят! Меня зовут Данил Вай. Один из учеников моей школы порекомендовал мне идею, чтобы я снимал, ребят, памятники всякие разные. И сегодня, ребят, по словам ученикам, точнее ученицы, мы сегодня снимем, наконец-нибудь, а, четырех памятников, а именно, ребята, это Роне Берг, Лен Рот, Шнел Мат, и ребята у нас Маннер Хейм, так они, так памятники называются. Я расскажу, что эти памятники делали, я расскажу, почему они такие популярные. Так что сегодня будет очень классный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и также мы сегодня вместе отправимся на метро. И, в общем, ребята, поехали! Итак, ребята, давайте я сразу расскажу, где эти памятники находятся. В Кроненхаге, Клове и Кампе, ребята. Два памятника находятся в Клове. И сегодня мы рассмотрим, что же такого крутого есть. Ну, а мы поехали! Ну, что же, давайте мы сейчас рассмотрим, ребята, папинник Аймана Роне Берг. Она находится, внимание, в парку, который я когда-то снимал. Я просто тупо не знал, что это оказывается, ребята, Роне Берг. Ну, давайте мы немножечко подойдем. Итак, все, где он родился и сколько он жил, с желтым текстом, я потом, наверное, добавлю, если постараюсь. Ну, и, в общем, вот так, ребята. Кстати, мне пришлите внимание, что будет мокро, потому что недавно ходил тоже. Итак, ребята, первое, что мы сегодня рассмотрим, а именно, ребята, у нас Роне Берг. А Роне Берг у нас памятник находится в Испланди Парк в Клове, недалеко от Кроненхаки. И вот так это все выглядит. Это, кстати, реально был Роне Берг. И он такие вот книжки написал. На самом деле, этот памятник написал финский гимн мамы, ребята. Мамы и еще раз мамы. Сначала он писал на шведском языке, но позже его переклали на финском. Он был шведским, а не финским, как многие подумали. Ну, и в общем, вот этот памятник можно увидеть, если вы, например, поедете в Клове, недалеко от Кроненхаки. Вот как. Можете поехать на Дохе Ясеньки. Леписто. Вот такой вот памятник прикольный. И советую погулять и сфотографировать. И также здесь, ребята, вокруг находятся всякие кумбы. И это, кстати, еще самое главное место в Эсплантик Парк. Как-то оно так называется. Ну и в общем, так. Ну и с другой стороны, вот так, это все видно. Что ж, ребята, теперь давайте отправимся до Кроненхаки. К одному памятнику. А именно следующий у нас Шнелл Мат. Оно так и называется. И в общем, ну так. Все мало, ребята, про Клови. Я немножечко не полностью раскладывала в парк, ребята. Но вот такой вот парк, видно. Там всякие лавочки есть. Там уже автобус поехал. Ну и вот такие вот лампочки светятся. Ну а там дальше, ребята, уже Кроненхака. И также можно в Клови, совсем близко от Кроненхаки, можете заметить вот такой вот дом. Это такое кафе. Я не знаю, что это за кафе, но называется у нас, ребята, Капелли. В общем, вот так вот. Ребята, здесь раньше был такой вот фонтан. И я не знаю, почему сделан этот ремонт. Фонтан был классный. Но почему-то его решили сделать у нас. Не знаю, почему, но в общем, вот так вот. Простите, если у меня не было слишком. Это все выглядит. Они ремонтируют. Я надеюсь, они построят что-то очень и очень хорошее. Это у нас, ребята, кстати. Я немного помылась. Это, оказывается, ребята, у нас церковь. Вот Кроненхаки сказал, что это, ребята, какой-то купол, замок. И также можно заметить вот это вот. Это всякие итальянские, испанские, финские, турские, турецкие точнее. В общем, это вот так вот. Мы сегодня не будем смотреть, почему. Потому что, во-первых, скучно. А во-вторых, кому будет интересно, я, честно, фиг знаю. О, Америка даже видно. Сейчас, где Америка? А, вот Америка. Ну, короче, все, что шипеть. Памятник Шнелман находится за вот этим вот белым церковью. И скажем, что он такого сделал. Здесь седьмой у нас трамвай. И если, например, едете на седьмом трамвай, то можно заметить памятник Шнелман. В общем, вот так вот. Также можно заметить вот такое вот море. И вот тот, тот самый памятник Шнелман. Я надеюсь, тот, потому что Шнелман, короче... Я надеюсь, я тот выбирал, потому что я долго-довольно-таки выбирал. Тот, тот самый памятник Шнелман. Вот так это все выглядит. Вы сможете найти недалеко от Круненхаки за вот этой вот церковью. И вот так вы повертаете. Короче, вообще вот так. Ну и вот такой вот памятник был. И он делал. Он написал, ребята, финскую грамматику. Да, именно тот самый финскую грамматику. А финский у нас, ребята, язык очень сложный. Ну, по крайней мере, мнение и мнение тех русских или других иностранцев, которые учат, ребята, финский язык. За этим памятником находится у нас банк. Да, я не знаю, зачем они сделали Шнелман не только от банка. Но, ребята, здесь написано. Сометбанки по-английски. Финландбанк. Я не знаю. Хотя это может быть, кстати, по-шведски. Но, в общем, вот так вот. Ну и вот такие вот лампочки. Это очень. Ну, а также давайте мы сейчас разглянем Леонрон. Это вообще в кампе находится. И нам придется ехать на метро. Причем нам нужно пропускать одну остановку. Ребята, не переживайте. В среду выйдет у нас обычный ролик про путешествия. Я там расскажу, конечно же, про районы, плюсы и минусы. Ну и, короче, все зашибись. У нас, кстати, экскурсийный автобус. Такой вот хоп-он, хоп-оф. 22 остановки. Каждые 20 минут. Неплохо. Но только людей почему-то я не вижу. Это странно немного. Да, вот так. Вот тут самый седьмой, ребята, трамвай. Даже из украинских стран, и нифига себе. Я, если что, из Украины. Да. То, можете подумать, я вообще даже из Киева. Ну и приехал, конечно же, из-за войны. В общем, вот так вот. Блин, а, кстати, с Украины прикольно сделали. Особенно вот это вот. Это, кстати, прикольно. У него такие вот футболки. Тоже прикольно. За Украину. Ребята, респект. Вот, если из Украины приезжать и живете в Украине, приезжайте тут. Короче, вот так вот. Так, короче. Я... Извините, пожалуйста, за вот это. Я просто был, короче, вот тут. А, в таком, советую приезжать. В Крунгаку. А, далеко от церкви. Вот такое вот. Это очень прикольно. И вы там вот свою, например, страну. В России не будет, сразу говорю. Ну, там будет Украина. Это будет прикольно. Ну, короче. Теперь давайте уже все-таки направимся к Леонруту. А то почему-то таки не можем прийти. Да. Ну, что ж, ребята. Теперь давайте отправимся на метро. А что, Кампи. И, в общем, вот так вот. И посмотрим, наконец-таки, еще на достопримечательности. А потом поедем в Дурган-Тетейн-Дург и посмотрим. И еще одну. Да. В общем, вот так вот. Ну, давайте мы сейчас направимся вот туда. И можно заметить такую вот красоту. Это очень круто. Мне нравится. А, ну, вы смотрели клуби, тогда вы поймете. Я вышел из Бельганского улюпийства по вот этим вот туннелям. Людей вообще не было. А теперь много людей. Как это работает, я, честно, фиг. Знаете, рекламочки висят. Тут в туннелике аж, наверное, пять реклам. И это... Да, не обращайте внимания на кроссовки. Просто я не знаю, почему они так скрипят. Итак, ребята, собственно говоря, нам нужна остановка у нас Кампи. Вот тут у нас Хельсинки-любиста. Нам нужно... Все, камеру нужно сделать. Вот тут Кампи. Нам нужно выходить. Короче, все. Вот так вот. И мы отправимся на поезд, который едет до Тапиолы. В общем, вот так. Потому что сейчас уже едет поезд до Тапиолы. Ну и давайте все-таки отправимся им, что сказать еще. Ну что ж, заходим. Ну, в общем. Вот так тут не свяжу, потому что я знаю, что это для старушек. Вот. Но, да, не нормально, так что вот так вот. Ну и поехали. Я надеюсь, что не тот сил, чтобы я не отправился до Хаканеми. Ну, в общем. Вот так вот. Ну, типичный... Типичный... Такой вот. Итак, сейчас будет у нас Раута Тиэн Тури. В общем, вот так вот. Ну и вот. Станция у нас Раута Тиэн Тури. Да, кстати, мы на Раута Тиэн Тури сегодня тоже будем. Но чуточку позже, ребята. Мне сейчас нужно отправиться на другое конденсивное место. Оказывается, я перепутал, в какой бакон нужно уходить. В общем, вот так вот. Ну что ж, сейчас будет у нас, ребята, еще раз Камб. Ну что ж, ребят, мы снова в Камбе. Вот там какая-то птичка полетела. Ну и в общем, все, зашибись. Ну что ж, давайте уже выйдем на улицу. Ребята, я уже на улице. Возле торгового центра у нас Камбе. Мы сейчас идем к старому парку. Теперь, ребята, поймет, короче. Что ж, ребята, мы уже в парку. И можете заметить вот такую вот церковь. И где, вы спросите, ребята, памятник. А памятник находится за этими домами. И вот, нужно перейти, ребята, в дорогу. Я не знаю, зачем перешли. А что такое интрижность? Кстати, я когда ехала вроде бы до Роха-Лахти, то я почему-то заметила, что там какая-то акция была, что ли, в старом парке. И там было прям очень, очень и еще раз очень много людей. Ну и вот тот самый Лен Рот. Я надеюсь, я не ошибся. Потому что если ошибусь, мне не нужно переделывать ролик. Вот тот самый, ребята, Лен Рот. Да, Лен Рот. Стоп. Не, написано у нас Ралай Вара. Не понял. А где Лен Рот? Ну, вроде бы это Лен Рот, просто как-то... А, да, точно. У Элиас Лен Рот. Что же делал этот памятник? Ну, давайте сначала расскажем, где это находится. Это находится не только от Кампи, а возле старого парка. За этими домами вот такой вот памятник. Прикольно сделали. Ну что же, этот, ребята, Лен Рот. Он немного отличался, но, ребята, он. Тогда еще не было всякие флаги, всякие национализмы. Итого, Лен Рот решил, что он ехал по всей Финлянтии, чтобы записать всякие истории и сложил в одну книгу. Да, книга называется, вроде бы, Кал Велле, вроде бы так называется. Не знаю точно. А может быть, потом в желтом тексте это потом переправлю. Ну и вообще, вот так вот. То есть он объехал всю Финляндию, чтобы сделать такую книгу. За такое вообще респект. И как, что думали люди до того, как появился, ребята, у нас национализм. Я, надеюсь, ничего не перепутал. Такой вот памятник. Советую приезжать и тут в Кампе, потому что тут довольно-таки интересно. Ну и последний, давайте, мы рассмотрим, который я уже сам попридумывал. И это памятник, ребята, у нас Маннергейм. Маннергейм, я когда-то писал презентацию по истории. И мне оно очень сильно понравилось, настолько, что там даже есть музей. Я, как это, возможно, поеду в музей. Но это будет аж где-то зимой. Ну и вообще, вот так вот. Ну что ж, теперь отправляемся до Маннергейма. Маннергейма. Маннергейма, кстати, находится недалеко от станции метро Раута Тиентори. Ну что ж, пошлите смотреть. Ребята, я уже в Кампе. И мне нужна станция метро Раута Тиентори. И вообще, вот так вот. Ну что ж, садимся на метро. И нам нужно до ближайшей остановки. А, подожди, все нормально. Раута Тиентори. Ой, привет, Кампе. Вот, Раута Тиентори. Вообще, дай кофе. Итак, открывается уже наш дверь. И сейчас мы отправимся до Раута Тиентори. Это совсем недалеко. Может считаться так. Это, кстати, у меня какое-то чудо. Тут самые, ребята, у нас Раута Тиентори. Я иногда просто не понимаю. Итак, ребята, выходим на станцию. Ну а теперь давайте переместимся к памятнику. Итак, ребята, мы уже возле памятника Мандерхейма. Кстати, когда первый раз было видно в Финляндии, мы, наверное, тут стояли после этого памятника. Я не знаю, как это работает. Но, в общем, вот так. Мандерхейм, конечно, не писал всякую грамматику. Или что-то делал с Финляндией, чтобы стало лучше. Нет, он был военным. А еще когда-то он был президентом в Финляндии. Вот такой вот человечек с таким вот конюшным. Мандерхейм. Полное имя. Полное имя, а именно Густав. Карл Густав Эммануэль Мандерхейм. Как оно называют. И вот с этого памятника находится кафе. И вот такая вот вода. Да, я не обратил внимания, что тут оказывается есть вода. Но, теперь вы сами понимаете. В общем, вот так вот. Ну и давайте уже на этом памятнике заканчиваем видео. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. И напишите комментарий, какой вам памятник больше всего понравился. Мне просто реально интересно. Ладно, всем пока. И да, в среду, после завтра выйдет новый ролик. Па-пай. Все закончено? Фу. Фу.